Всем добрый день или добрый вечер. Хочу с вами поделиться несколькими интересными вещами по части гигиены. Вот такая замечательная зубная паста, которую я недавно обнаружила. Мне помогает Денечкину микрофлору во рту держать сейчас под контролем. Была у нас такая проблема. Пару лет я жаловалась постоянно донтисту. И он мне говорил, что в принципе, чем я тебе могу помочь, зубами все нормально, это небольшое воспаление дюсин. Как мне предлагали с этим бороться, снимать систематические камни. Но так как Денечка в своем сознательном состоянии это делать не дает, каждый раз класть его под наркоз мне не очень хочется, поэтому я этого не делала. И найдя вот эту пасту в комбинации с вот этим вот ополаскивателем для рта, она совершенно замечательно держит микрофлору. Когда у меня закончился ополаскиватель, я решила сэкономить и оставить одну пасту. Нет, воспаление возобновилось. То есть вот эта вот комбинация работает. Что еще интересного? Следующая интересная вещь касается уже меня. На мне тренировались в нашей клинике при колледже делать гидротерапию. Где-то в октябре. И у меня начались кожные проблемы, которые пришлось в итоге даже решать антибиотиком. Мать с антибиотиком. То есть моя доктор сказала, что в принципе это оппортинистическая инфекция. Она живет у нас у всех на коже. Но что-то произошло с иммунитетом. Как-то я плохо отреагировала на эту гидротерапию. Иммунитет упал. И в этот момент инфекция пошла активизироваться. То есть она сказала, что теперь просто ее надо пролечить антибиотиком. После этого все будет хорошо. До этого я долго и упорно пыталась с натуральными маслами с ней бороться. То есть с октября до января я пыталась. Потом я все-таки перешла на антибиотик. Ну и вот так вот на антибиотике все было не очень плохо. Но сойти с мази с антибиотиком мне не удавалось. Когда мне это удалось? Мне это удалось очень интересно. Начался у меня курс уже гидротерапии. То на мне и тренировались, то у меня уже начался курс. И я выбрала в качестве терапии, которую хочу дома практиковать и по ней написать отчет. Эпсенсалгаз. Известная нам терапия. Я не люблю вот эти все холодные и горячие методы. То, что во многих методах гидротерапии практикуется. Но я, как оказалось, не зря не люблю. На меня это плохо действует. И вот пару раз буквально сделал это в санпас. Я увидела, что моя кожная проблема просто исчезает на глазах. Может быть, у меня какое-то более высокое требование организма к магнию. Потому что с магнием у меня была другая интересная история. Когда у меня была аритмия. Мне было 21-22 года. У меня была аритмия. Она прогрессировала. И удалось ее, так сказать, вылечить. Только введя в организм магния. Дело так и было на Украине. Питание, сами понимаете, было какое. После перестрочное время. Аритмия была нешуточная. У меня ее уже так фиксировали врачи. И говорили, что вещь страшная. И в твоем возрасте ее быть не должно. Ну, в общем, если у вас есть аритмия, попробуйте просто ввести магнию. И вот, скорее всего, у меня какая-то более индивидуальная потребность в магнии. Потому что, как только я пару раз делала эту магнезиум сульфат баз, проблема практически сошла на нет. Но я продолжаю это делать. Во-первых, потому что мне нужно для отчета. Во-вторых, потому что я намного лучше себя стала чувствовать. Но каждый раз в ванне не посидишь. Что я решила? Ну, знаете, да, есть магнезиум сульфат крем. Киркмановский. Ну, можно заказывать, надо ждать. А мне хотелось сразу. Я решила, посмотрела на баночку. И решила, надо попробовать его сделать самой. У меня после курса массажа оставался вот такой вот крем. Ну, да, более такой, знаете, у него такая не очень быстрая субстанция. Вот такой жидковатенький. И я взяла намолола 3 столовых ложки Absin Salt. В кофемолке в очень мелкую фракцию. После этого промерила по весу. Потому что киркмановский крем в соотношении 1 к 10. То есть я сделала то же самое соотношение. Замешала. И получился вот такой у меня совершенно замечательный крем. Видите, да? Никаких там мелких частиц не чувствуется. Я вам сейчас его покажу. И это Absin Salt крем. То есть вот так я решила эту проблему локально. Что еще интересного? Ну, была у меня первая мысль использовать в качестве базы M.O.L. Честно говоря, я не поверила, что у меня получится. Поэтому пожалела M.O.L. Но может быть и можно было. M.O.L. у меня есть. У меня всегда в доме есть. Это у меня первое средство. Кстати, M.O.L. при всех кожных проблемах. Экзема, псориаз, что угодно. Замечательно совершенно работает. И есть исследования. И в принципе, почему он работает. Он не может не работать, потому что он ресурс Омега-3, Омега-6, Омега-9. Еще одно интересное применение M.O.L. я нашла. Вы посмотрите на эту штучку. Видите, вот эта расчесочка. Сюда загружается M.O.L. И несколько капелек T3. И после этого очень аккуратно можно наносить на скальп. И очень легко. В принципе, втирать волосы сложно. М.O.L. вы больше на волосы потратите. А так у вас получается очень легко вы это накладываете. Втираете. Ну и я думаю, как я вот это вот здесь сделала. Залила ванну саму. Сабсенсал. Там просидела 15-20-25 минут. Потом пошла в душ, все смыла. Ну, в общем, состояние волос замечательное. Вот таким образом можно вылечить перхоть. В принципе, если вы берете T3, Омега-3. И подмешиваете его в тот же шампунь тоже хорошо. Ну, так у вас получается лучше всасывание, конечно. Либо же просто вы втираете в кожу тоже хорошо. То есть я брала T3, втирала с M.O.L. в кожу. То есть, когда это не сработало, вот при этой моей проблеме, когда пришлось уже применить антибиотик. Ну, я не против антибиотиков в тех случаях, когда без них уже никак. То есть вот это вот такие у меня новости по части гигиены. Ну, пока все. Счастливо.